Давайте сейчас перейдем к санкциям. Появилась интересная статистика. Ограничительные меры, которые введены против наших товаров за рубежом, нанесли экономике России ущерб больше 6 миллиардов долларов. 6,3 миллиарда. Это происходит каждый год, соответственно. Говорится, эта цифра не с потолка, не просто так. Об этом говорится в материалах Министерства экономического развития. На сайте ведомства опубликованы эти данные. Так вот, из вот этой презентации следует, что лидером по количеству введенных ограничений в отношении российских товаров стал Евросоюз. На втором месте Украина, потом Индия, Белоруссия, что интересно, Турция и Соединенные Штаты. Но интересно, что по предполагаемому ущербу экономике распределение немножко иное. На первом месте ЕС 2,5 миллиарда, там чуть меньше. На втором месте США чуть больше миллиарда. На третьем месте Украина 775 миллионов, ну и дальше там и так далее. У нас прямо сейчас на связи наш эксперт Алексей Зубец, проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Алексей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Слушайте, а насколько реально вот эта цифра 6,3 миллиарда в год ущерб от санкций? Вы знаете, никто не может сказать, какой реальный ущерб от санкций, потому что, собственно, смотрите, у нас же есть несколько факторов, негативно влияющих на нашу экономику. Это, в общем, так и не восстановившиеся до прежнего уровня цены на нефть. У нас есть собственная внутренняя стагнация, связанная с отсутствием такой очевидной и внятной стратегии развития. Поэтому оценить потери от санкций довольно сложно. В принципе, 6 миллиардов – это не очень большая сумма, и не исключено, что она недалеко от истины. Хотя, как я уже сказал точно, оценить эту величину практически невозможно. И отделить ее от внешней экономической конъюнктуры тоже нельзя. Алексей Николаевич, а дальше что будет? Эта цифра будет падать или расти? Вы знаете, она расти не будет, потому что никто не заинтересован в ужесточении санкций против России. Никто не хочет терять деньги на полис России и вкладывать деньги в войну торгово-экономическую тоже никому не надо. Потому что надо понимать, что вот это давление на нашу страну, исходящее из Британии, из Америки, из Европы, оно имеет прежде всего источником проблем в тех странах, которые на нас пытаются давить. Им нужен враг для того, чтобы вписать на нас свои внутренние проблемы. А так как проблемы внутренние, а не внешние, то, соответственно, и серьезных вливаний в разжигание вот этой антироссийской истерии, ну вот кроме пропаганды, ни в кого вкладывать не будет. Потому что всем нужны деньги для поддержания собственных экономик, а деньги в том числе и этой торговли России, и инвестиций в Россию. И, собственно, если вот там американцы ведут то же самое, там вот как они называют, адский пакет санкций, ну, среди прочего, пострадаются американские компании, которые потеряют возможность здесь зарабатывать деньги на российском внешнем долге. А они, безусловно, этого не хотят? Они абсолютно этого не хотят, и более того, у них есть серьезная лобби, которая уже сейчас пытается вывести российский внутренний долг из-под санкций, ну и так далее. Таких позиций много. Поэтому я лично считаю, что фактор санкций, внешних санкций в нашей внутриэкономической ситуации, он сильно преувеличен. Влияние санкций, на самом деле, вторично по отношению к другим факторам, которые к ним отношения не имеют. Да, Алексей Николаевич, спасибо вам большое. Алексей Зубец, проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации, был с нами на прямой связи. Тем временем, Федеральная антимонопольная служба, да, мы сейчас зафиксировали мнение нашего эксперта, что на внутророссийскую ситуацию санкции не влияют. Ну, если влияют, то совсем мизер какой-то. Так вот, Федеральная антимонопольная служба рассказала, почему растут цены на продукты. Причем, мало того, они рассказали, почему они должны расти именно с такой подачей, сообщает нам Федеральная антимонопольная служба, говорит, иначе производители не смогут получать адекватную прибыль и вкладываться в развитие производства. Это говорит не кто-нибудь, а замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов. Он говорит, ну, вообще, покупатели должны понимать, что при низких ценах невозможно развитие производства, потому что, когда цены держатся на одном и том же уровне, это что-то не то, это какой-то картельный сговор. Ну, вот, и в пример приводит Андрей Цыганов. Подорожание птицы и яиц, по данным Росстата, яйца в прошлом году подорожали почти на 26%, а мясо и птицы на почти на 10%. Это вызвано активным развитием этого сектора, говорит чиновник. Меняем тему. Ну, а тем временем, Совет Федерации предложили ограничить работу супермаркетов в выходные. В частности, это идея Алексея Кондратьева, членом Комитета Совет Федерации по науке, образованию и культуре. Говорит, ну, в общем, нужно выходные работы крупных супермаркетов ограничить. Говорит, в некоторых западных странах крупные сети закрываются в пятницу вечером, открываются только в понедельник утром. И вообще нам нужно идти по тому же пути. Мы, к сожалению, к сожалению, до инициатора не дозвонились, чтобы задать ему простой вопрос, зачем вообще это делать. Но мы вспомнили, что подобная инициатива была у Виталия Милонова. И Виталий Валентинович с нами на связи. Здравствуйте, Виталий Валентинович. Здравствуйте. Зачем? Ну, я не знаю мотивацию коллеги из этой федерации, ну, действительно не знаю. Что касается ограничения работы всяких торговых центров, то, безусловно, непродуктовый магазин, могут иногда брать паузу из-за того, что у нас дети, особенно подростки в этих городских торговых центрах, в этих фудкортах проводят все выходные. Вместо того, чтобы ходить в музеи, там на улицу заниматься, сидят в этих идиотских бургер-кингах и едят эту отравленную еду. Поэтому тут надо вводить ограничения. Например, в Финляндии выходные дни ограниченные время работают супермаркеты. Ну, Виталий Валентинович, с другой стороны, когда семье сходить в магазин, купить, не знаю, там, новую джинсы, рубашку или спортивный костюм тому же ребенку, если не в выходные, потому что в будни все работают? Я согласен. Как раз об этом я имею в виду, что должно быть ограничение введено, разумное, разумное ограничение, я имею в виду, что полностью, полностью запрещать, конечно же, нельзя, потому что я сам знаю, я работаю, как и большинство людей, и есть возможность только выходные. Я говорю лишь о том, что если мы будем людям в качестве альтернативы работы, в качестве отдыха предлагать полный комплекс гипермаркетовых услуг, когда человек приходит с утра, ходит со шмотками, потом ест эту вредную еду, потом идет смотреть дурацкое кино, голливудское, ну, что деградирует на самом деле? Просто нужно понять, что кроме этого есть еще жизнь, и жизнь, но не пойти купить новую шмотку себе, или пожрать вот этого ерунды этой, а она гораздо интереснее, и вот сейчас, ну, не дураки же в мире во всем, придумали систему, что есть выходной день, воскресенье, и в воскресенье всегда мы растыли, в воскресенье у нас вообще все магазины были почти закрыты, прямо центрально. Ничего страшного, в субботу пойдешь в магазин, а в воскресенье идти там, в музей, в парфюм. И занимайся с детьми, да? Да, Виталий Валентинович, спасибо большое, Виталий Милонов, депутат Государственной Думы, был с нами на связи, наш следующий эксперт Илья Ломакин-Румянцев, руководитель Центра потребительского рынка Московской школы управления Минсколова. Илья Валентинович, здравствуйте. Минсколова, сколкова, добрый день, рад слышать. Слушайте, если действительно ограничить работу торговых сетей, супермаркетов, выходные, будут убытки, или никто особо не почувствует, и в выходные небольшой вклад дают? Убытки будут у производителей, те, которые надеялись на то, что их продукция будет продана в этих магазинах. Убытки будут у торговых сетей, и убытки будут у нас с вами, потому что во многих случаях, он, не знаю, как у депутатов, а у тех, кто, ну так, рядовые сотрудники, работники, и у них не всегда хватает времени в течение недели купить продукты или что-то еще, и поэтому частенько все это делается в субботу-воскресенье. Аргументации типа, мол, надо с детьми в это время проводить, это правильная аргументация, давайте, согласно этому, например, метро закроем, и для того, чтобы в воскресенье люди гуляли. Хорошая альтернатива, Илья Вадимович, спасибо. Спасибо вам большое. Илья Ломакин-Румянцев, руководитель Центра потребительского рынка Московской школы управления имени Сколкова, был с нами на связи. Слушайте, мне, честно говоря, в этой истории вспоминается старая песня из одного известного фильма про ночную лодку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok